Продолжается рубрика Астродрайвер. Приближается самая волшебная дата года. 7.07. 7 июля, день Ивана Купалы, он же Иоанн Креститель. 15 градус рака, середина этого знака. Что это такое? Центральный градус первого водного знака, который соответствует 7 июля, это градус экзальтации Юпитера. Юпитер, большое счастье, самая лучшая планета на небе. И вот точка на небе, где он экзальтирует, и вот Солнце транзитом ежегодно проходит эту точку. И что получается? Получается, что в этот день единственный раз в году вода становится целебной. Я это повторяю всегда много-много раз нашим слушателям, что 7 июля нужно воспользоваться экзальтацией Юпитера и постараться троекратно в этот день совершить омовение в любом природном водоеме. Это может быть даже просто источник, который бьет из-под земли. Купель какая-нибудь. В Московской области очень много таких вот купелей. Причем они часто связаны с религиозными местами. Это еще больше усиливает функцию Юпитера. Но даже если это банальное какое-то там озеро, какая-нибудь речушка, море, неважно. Главное, что это природный водоем. Все, кто 7 июля в день Ивана Купалы на экзальтации Юпитера совершают омовение, они очищаются телесно и духовно. И еще душевно. То есть получается такое тройное очищение всего, из чего состоит человек. Тело, душа и дух. Все это очищается, и мы такими свежими, новыми, как будто только что народившимися на свет, продолжаем существование. В этом волшебная сила этой даты. А сколько купальских ритуалов происходило у наших предков, у древних славян. У них день Ивана Купалы. Это был вообще чуть ли не главный праздник года. И очень много обрядов совершали в этот день, в эту ночь. И это было волшебство, это была магия. Правда, потом произошла некая путаница. И когда вот Иоанн Креститель... Сегодня официально в церкви говорят, мы не знаем, кто такой Иоанн Купала, ну потому что это языческий славянский образ. Но Иоанн Креститель и Иоанн Купала, получается, это единое целое. Хотя Иоанн Креститель это персонаж из христианской истории, мифологии. Это ни много ни мало троюродный брат Иисуса Христа. Потому что его мама, Елизавета, была двоюродной сестрой Марии, Богородицы. Они были братьями, правда, у Марии долго не было детей, а Елизавета, мать Иоанна Крестителя, они были сестрами мамы Иисуса Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель 7.07, как многие люди, которые рождаются в этот особый день, обладал мощными, как бы сейчас сказали, парапсихологическими способностями. Он был и медиум, и экстрасенс, и маг, и все это в одном лице. А Иисус ничего этого не знал. И когда они вот впервые встретились, а их встреча произошла 19 января, этому посвящен праздник Крещения. И именно Иоанн Креститель наставил Иисуса на путь истины, сообщив ему, что он Сын Божий и Мессия. Но это уже подробности религиозной истории. А нас интересует связь всего этого с астрологией. То, что именно 7 июля мы получаем такое высшее-высшее счастье. Это связано с экзальтацией Юпитера. Поэтому я всем рекомендую воспользоваться экзальтацией Юпитера, очиститься телесно, душевно и духовно, и сделать это с помощью воды непосредственно 7 июля. Эта дата приближается, она бывает всего один раз в день году. Это соответствует прохождению Солнца 15-го градуса знака рака на эклиптике. Поэтому желаю всем очищения, святости, чистоты. Ну и того, чтобы Юпитер, планета большого счастья, почаще оказывал бы нам свое покровительство. Особенно советую совершить обряд троекратного омовения тем, кому сейчас нужна помощь Юпитера вдвойне. Например, это студенты, абитуриенты, всякие аспиранты, диссертанты и так далее, магистранты. А также те, кто находится в каком-нибудь юридическом процессе. Потому что Юпитер отвечает за сферу юриспруденции. Так что вперед в воду!